Приветствуем уважаемых читателей блога «Кулакова России» и нашей интернет-газеты. У нас сегодня очень интересный гость. Собственно говоря, человек, который не нуждается в представлении для тех, кто следит за политической обстановкой в России. И мы перейдем, наверное, сразу к повестке дня. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, вы получили российское гражданство в начале этого года? Да, если точно, указ опубликован 27 января. А вот по вашему мнению, это было сиюминутное решение, связанное с гонениями СБУ, или это у вас какое-то более длительное решение? Ну, гонения СБУ, конечно, ускорили процесс, но в принципе расклад такой. Я работаю в Москве с 6 сентября 1995 года, и у меня было множество возможностей стать гражданином Российской Федерации. Но я рассуждал так. В любом случае, я остаюсь гражданином России, все равно, на какие части она сейчас разрезана. Но поскольку я призываю к воссоединению Украины с остальной Россией, то, естественно, эти призывы убедительнее, когда исходят именно от гражданина Украины. Но, к сожалению, 22 февраля 2014 года Киев захватила банда террористов, причем не просто террористов, они еще ухитрились разнообразными маневрами, проделанными уже после захвата власти, добиться того, что вся их деятельность юридически ничтожна. То есть, называть, скажем, Порошенко президентом можно с таким же успехом, как Обаму-космонавтом. Так вот, с этого момента, к сожалению, вопрос воссоединения перешел в силовую плоскость. То есть, понятно, что Российская Федерация не будет завоевывать Украину, это дело по многим причинам нежелательное. Если вас заинтересует, перечислю подробнее. Но сам народ Украины, к сожалению, сейчас лишен возможности решать свою судьбу мирным путем, путем голосования, как это было в 2010 году, когда именно путем голосования избавились от последствий первого государственного переворота 2004 года. Сейчас, поскольку властью провозгласили себя вполне откровенные террористы, решать вопрос избавления от этих террористов придется народу силовым путем. И, соответственно, мои публикации, те, которые были сделаны раньше, они, конечно, сохраняют свое значение, но о них вспомнят только после свержения этих террористов. И, поскольку я не сомневаюсь, что вспомнят, мне просто уже нет смысла дальше оставаться гражданином Украины. Вот поэтому я во второй половине 2015 года обратился к руководству национальной медиагруппы, где сейчас работаю, с запросом, не помешает ли ее планам изменение моего гражданства. Там сочли, что не только не помешает, но и поможет, и обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о награждении меня гражданством Российской Федерации по пункту 3 статьи 13 закона о гражданстве, то есть за особые заслуги. Ну и поскольку указ издан, заслуги, очевидно, признаны. Понятно. А относительно вашего решения участвовать в выборах, оно было спонтанным? Или вы уже изначально понимали, что они в конце этого года у нас выборы в сентябре? Нет, я не собирался в них участвовать, но сразу после публикации указа о гражданстве ко мне разными путями при разных обстоятельствах обратились представители нескольких партий с предложениями поучаствовать в компании под их знаменем, так сказать. Ну, в итоге, опять же, поскольку я получил гражданство по обращению национальной медиагруппы, я проконсультировался с ее руководством, какое именно из этих предложений принять. В итоге, с учетом этих консультаций, выбрал партию, чья политическая платформа достаточно неярко выражена, чтобы мои политические предложения, вполне определенные уже не один год, были там приняты без возражений и без поправок. Вы недавно в одном из своих интервью говорили о том, что, в принципе, не более, наверное, 10% депутатов нынешнего состава Госдумы вы бы могли поменять. То есть, в принципе, вас общий состав активных депутатов вполне устраивает. Тогда вопрос, если ничего не будет меняться, то останется, наверное, приоритет Единой России, и стоит ли вообще устраивать новые выборы, по-вашему? Нет, приоритет Единой России, несомненно, сохранится, но уменьшится. То есть, по всем предварительным оценкам, Единая Россия, даже с учетом одномандатных округов, не будет располагать в новом составе Думы большинство. Это будет по-прежнему самая крупная фракция, это понятно. Политические предпочтения в мирное время меняются довольно медленно, а у нас, несмотря на все усилия наших стратегических конкурентов, обстановка все-таки в основном мирная. Но Единая Россия уже не будет располагать возможности принимать решения без учета мнения других фракций, соответственно, будут проходить только решения, устраивающие сразу несколько партий. И в этом смысле эти выборы очень важны, поскольку от того, каков именно будет расклад, какое сочетание партий понадобится, чтобы набрать большинство, от этого будет зависеть жизнь страны в значительно большей степени, чем когда одна партия располагала возможности все решать за всех. То есть у вас есть убеждение, что в следующих выборах не будет качественного большинства у одной отдельно взятой партии, которая сможет проводить любой закон? Ну, по крайней мере, по всем предварительным раскладам на то, очень похоже, что не только голосование по партийным спискам, но и голосование по одномандатным округам не даст одной партии более половины депутатских мест. Хорошо. Тогда давайте немножко с вами порассуждаем о статусе депутата. Вот сейчас вы являетесь, допустим, общественным деятелем. Вы выступаете очень часто в СМИ, ведете свой блог, и ваше мнение так или иначе аккумулирует определенное тоже вокруг себя какую-то общественную инициативу, да, или, по крайней мере, людей неравнодушных к вам прислушиваются и так далее. Вы в дальнейшем, допустим, получите статус депутата. И вот в продвижении ваших идей статус депутата, он на самом деле получит какое-то вам, даст вам какое-то реальное преимущество по вашему мнению? Думаю, что в некоторых отношениях даст. Ну, один пример. В мае 2014 года вышел сборник моих статей под названием «Чем социализм лучше капитализма?» Ну, знаете ли, в нынешних издательствах убеждены, что обложка книги принадлежит не автору, а отделу маркетинга. Но в данном случае название меня устраивает, поскольку суть книги отображает в основном верно. В ближайшие дни выходит второе существенно дополненное издание уже под названием «Чем капитализм хуже социализма?». Оба эти названия... То есть это второе издание будет представлено на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Она проходит с 7 по 11 сентября. И там, кстати, будет представлено еще пара книг, написанных при моем участии. Так вот, в конце этого сборника в качестве приложения приведен список исследований, которые надо успеть провести в ближайшие 5-6 лет, чтобы разобраться, каким образом использовать технические возможности, появляющиеся к середине 20-х годов. Не буду вдаваться в подробности. Кому интересно, лучше прочтите книгу, чем я буду ее пересказывать. Но если очень кратко, то к середине 20-х годов накопятся информационные технологические ресурсы, делающие социализм выгоднее капитализму уже во всех отношениях без исключения. Соответственно, нас ожидает переход к социализму, поскольку там открываются такие возможности, что никто не рискнет оставить их неиспользованными. Но чтобы правильно этими возможностями распорядиться, чтобы переход прошел безударно, чтобы никто не пострадал, и чтобы каждый, кому вследствие изменения структуры общества придется с чем-то расстаться, взамен получил нечто такое, что его заинтересует больше, чем то, с чем он расстанется. Так вот, чтобы все это было, мы должны заранее провести большой комплекс исследований. Он займет примерно 5-6 лет и потребует 15-20 миллионов долларов. Понятно, что из своего кармана я такую сумму не вытащу, потому что ее там отродясь не бывало и не предвидится. Но в качестве депутата я буду добиваться организации государственной программы исследований по этому плану. Далее я намерен в Думе работать в Комитете по образованию, поскольку именно образование в наибольшей степени пострадало и у нас, и во всем мире от деятельности тоталитарной секты либералы. И, соответственно, именно в образовании нужно прежде всего и активнее всего избавляться от последствий деятельности этой секты. Опять-таки, у меня есть множество публикаций, объясняющих, почему либерализм несовместим с жизнью в целом и образованием в частности. Но одно дело объяснять, а другое дело добиваться реальных изменений в этой сфере. Поэтому, естественно, в качестве депутата я буду располагать большими возможностями для действий, соответствующих моим убеждениям. Да, я хотел сказать, что мы помним все ваши выступления на Московском экономическом форуме по итогам доклада Сергея Глазьева. И вот там как раз вы говорили об этом плане, который потребует 10-15 миллионов долларов, то есть если реализовывать его. Я так понял, что на данный момент пока этих средств нет. К сожалению, поскольку доллар подешевел, то уже 15-20 миллионов. А, уже 15-20. Суть в том, что пока эта сумма, вы считаете, что эта сумма оправдает те исследования, и результаты, которые будут получены в итоге? Ну, результаты будут вообще совершенно неисчислимы. Знаете, коренное изменение всей структуры общества и выход общества на новое направление развития крайне трудно отразить в конкретных суммах. Хорошо, тогда вот такой вопрос по поводу нового этапа развития общества и цивилизации в целом. У нас будет некий единый глобальный центр. Это уже факт, потому что сейчас идет тенденция к централизации всего. Вы не боитесь, что глобализация, она окончательно придет к потере, допустим, суверенитета отдельного государства, в том числе России? Я не боюсь, потому что, во-первых, вот та система управления производством, о которой я говорю, она будет единой, но не централизованной. Не централизованной в двух смыслах. Во-первых, все расчеты по ней будут делаться в облачном режиме, то есть на всем интернете сразу. И не будет одной точки, в которую можно войти и подкрутить какую-нибудь махоятку в свою пользу. А во-вторых, эта система будет работать так, что в принципе не сможет ни один человек, ни одно государство что-то в ней поменять в свою пользу. И в-третьих, выяснено уже, в том числе и моими исследованиями, но, конечно, не только моими, что даже единое хозяйствование по всему миру все равно совместимо с наличием многих разных правовых систем, то есть государств, и систем традиций, то есть народов. И более того, наличие множества разных правовых систем и систем традиций выгодно даже в чисто экономическом смысле. Представьте себе чисто экономически выгоднее существование множества независимых государств со своими интересами и множество народов со своими представлениями о желаемом образе жизни и желаемом направлении развития, чем полное единогласие и единомыслие по этим фундаментальным вопросам. Это, кстати, показывает, что все разговоры об отмирании суверенитетов, о конце вестфальской системы, о однополярном мире и так далее, это разговоры, исходящие от людей, либо не понимающих азов экономики, но, впрочем, большая часть нынешних тоталитарных либералов действительно их не понимает, либо от людей, которые заботятся исключительно о своем собственном благе, а не о благе человечества в целом. Понятно, что большая часть вот этих полезных эффектов, проистекающих из наличия суверенитетов и множества народов, это эффекты, проявляющиеся именно на человечестве в целом. Какое-то отдельное государство может действительно получить меньше от того, что другие государства суверенны. Но в масштабах всего человечества выгода этого государства покупается ценой несоразмерно больших потерь других государств. Точно так же, как, скажем, в условиях рынка существует множество возможностей получить дополнительную выгоду ценой несоразмерно больших потерь партнеров, а поиск взаимосогласованных и взаимовыгодных решений гораздо труднее. Более того, в условиях рынка такие взаимовыгодные решения чаще всего неустойчивы. То есть они до поры до времени держатся, но рано или поздно кто-то из участников договоренности обнаруживает, что в какой-то момент ему выгодно кинуть партнеров. То есть у вас есть уверенность, что эта система, она будет как бы самоконтролируемая, да? Ну, это уже зависит от того, какой мы ее запрограммируем. Помнится один из технократических лозунгов, пишите не законы, а программы. В смысле создавайте системы, которые не нуждаются во внешнем контроле. Знаете ли, я 12 лет, ну из 23 лет, что вообще занимался программистской деятельностью, 12 лет я занимался созданием программного обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами. И, в общем, имею некоторое представление и о том, как делать систему минимально нуждающуюся в ручном управлении, и о том, как согласовать интересы такой системы с интересами и предприятия в целом, и отдельных людей на этом предприятии. Так что все задачи такого рода, на мой взгляд, поддаются решению, если подключить к этому решению достаточно грамотных специалистов. Поговорим немножко о ситуации в нашей стране, внутриполитической. У нас есть среди патриотов, по крайней мере, такое мнение, и вполне на мой взгляд, органтированное, что у нас власть часто мечется между позицией либеральной и патриотической. То есть очень часто даже позиции верховной власти напоминают такой шарик от пинг-понга. Мы немножко дадим вашим, дадим нашим. Причем либералов, как вы понимаете, засилие и в правительстве, и в окружении президента. Вопрос в том, будет ли сделан какой-то решительный поворот в ту или иную сторону, патриотов или либералов в ближайшее время. Ну, вы знаете, я не думаю... Я не думаю, что в сложившихся сейчас обстоятельствах такой поворот можно считать своевременным. И вот почему. Сейчас проходит во внешнем, так сказать, мире несколько процессов, в которых мы заинтересованы, но на которые напрямую повлиять не можем. В частности, сейчас уже несколько лет идут переговоры по Трансатлантическому торгово-инвестиционному протоколу. И ясно, что любые энергичные шаги Российской Федерации в сторону защиты своих интересов способствуют активной западной пропаганде под лозунгом «От страшного русского медведя Европа может спрятаться только на дне Атлантики». В частности, возвращение Крыма в Российскую Федерацию уже было использовано как повод для агрессивной агитации в пользу этого самого Трансатлантического торгово-инвестиционного протокола. И отказ Российской Федерации от либеральных принципов в экономике послужил бы тоже очень серьезным доводом в пользу этого протокола, потому что сейчас Российская Федерация очень важный экономический партнер Европейского Союза и даже санкции, навязанные американцами и изрядно бьющие по интересам Европейского Союза все равно не вполне разорвали эту экономическую связь. А вот отказ Российской Федерации от либеральных принципов в экономике привел бы к очень серьезному удару по уже сложившейся структуре связи. Европейский Союз, правда, мог бы в новых условиях выстроить новую систему связи еще более выгодную для обеих сторон, но на ее выстраивание ушло бы несколько лет и значительной части европейских бизнесов было бы проще не тратить на это время а развернуться в американскую сторону. Но конечно далеко не все такие вот странные шаги российской власти можно оправдать таким образом, но тут проблема в общем. Ну Карл Хайнрихович Маркс и Фридрих Фридрихович Энгельс как основоположники многих фундаментальных направлений экономических и политических исследований сами прошли по каждому из этих направлений лишь очень небольшую начальную часть пути. Но к сожалению после смерти Иосифа Бессарионовича Джугашвили дальнейшее продвижение исследований на этих направлениях в нашей стране резко затормозилось. Поэтому мы до сих пор не исследовали очень важные вещи естественным образом вытекающие из марксистских концепций. Например Маркс и Энгельс исследовали вопросы классовой борьбы. Но сам факт классовой борьбы обнаружили не они но они так сказать создали методику исследования. Но что такое класс? Класс это место в общественном разделении труда. Естественно таких мест очень много. Сами Маркс и Энгельс рассмотрели только самое крупное подразделение между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Но внутри каждого из этих классов есть собственное разделение труда и соответственно собственные поводы для борьбы. Так вот к чему я об этом говорю. К тому, что большая часть экономических и политических процессов последнего полувека требует для своего объяснения четкого понимания того, что даже внутри класса эксплуататоров интересы производственников и торговцев во многих отношениях прямо противоположны. и между ними идет почти постоянная жесткая борьба. Так вот, либеральные экономические и политические теории разработаны в общем-то в интересах торговцев. То есть первоначальные варианты либеральных теорий создавались в интересах производственников и в тот момент, когда работали Маркс с Энгельсом, либерализм в большей степени был связан с производственниками, но нынешний либерализм это всецело творение в интересах торговцев. А поскольку при любом спаде производства торговцы оказываются важнее производственников, то соответственно большая часть колебаний конъюнктуры рынка в последние пару десятилетий приводит к усилению именно торговцев. И сейчас господствуют в экономическом блоке правительства либеральные теории именно потому, что производство в стране резко ослабло и торговцы вышли на первый план. Причем именно для того, чтобы закрепить это свое господство, они ну не они сами, а их исторические предшественники в других странах, где эту теорию разрабатывали, встроили в либеральную теорию множество положений практически подрывающих основы производства. Так вот, к сожалению, именно вот эта либеральная теория приводит к тому, что положение либералов в верхних слоях российской политической атмосферы очень трудно поколебать. но несколько утешает то, что ход истории сейчас не на стороне либералов. Страны все еще почему-то именующие себя развитыми, именно в силу своего увлечения либеральными теориями оказались сейчас в состоянии системного кризиса. А при системном кризисе практически любые действия приносят результаты, прямо противоположные намерениям самих действующих лиц. Поэтому нам сейчас можно какое-то время вовсе ничего не делать, поскольку сам ход истории, сам ход обстоятельств работает на нас. И в частности при весьма вероятном при весьма вероятной победе Трампа на президентских выборах либералы в экономическом блоке правительства Российской Федерации вылетят на пинковой тяге, потому что в Соединенных государствах Америки вот уже по меньшей мере полвека, может даже больше, но дальше я точно не уверен, в по меньшей мере полвека торговцы группируются вокруг демократической партии, производственники вокруг республиканской. Соответственно, Трамп будет налаживать отношения с российскими производственниками, а не торговцами. Поэтому мне кажется, что в ближайшие пару месяцев до американских выборов нам просто нет смысла предпринимать никакие решительные действия. Лучше побыть еще несколько месяцев в состоянии вот такой вот неопределенности, а дальше, когда эти выборы состоятся, практически сразу же закончатся переговоры по тому же торгово-инвестиционному протоколу, причем закончатся, судя по всему, отказом Европы от него, по крайней мере, многие достаточно влиятельные европейские государственные деятели уже говорят, что этот протокол не имеет для них смысла. ну понятно, почему не имеет. Европейцы рассчитывали, что этот протокол поможет им избавиться от своих трудностей, а оказывается сейчас, что может помочь американцам избавиться от своих трудностей за счет европейцев. Вот. А когда будут завершены эти переговоры, у нас будет несколько лет, в течение которых мы сможем действовать, как сами сочтем нужным, и эти действия не будут отражаться негативным образом на обстановке в мире. Вот, знаете, здорово, что вы уже предвосхитили несколько сразу вопросов, поговорив о будущих выборах в США, то, что я хотел вас спросить. То есть, вы как-то уже предугадали мои вопросы. Я хотел бы провести вашу цитату, потому что она недавно в интернете собрала много комментариев, и мне тоже она запомнилась, я даже ее переписал, я сейчас вас процитирую. Чем больше нынешняя элита нации будет вещать о том, что великие свершения при Сталине были достигнуты ценой принесения в жертву тогдашней элиты нации, тем больше народ будет убеждаться в том, что не принеся в жертву нынешнюю элиту нации великих свершений не добиться. Вот интересная мысль. А вы сами, когда это цитировали, что имели в виду, что нынешнюю элиту нацию тоже надо принести в жертву? Ну, фраза не моя. Но, к сожалению, сейчас элитой нации провозгласили себя очень многие люди, чьи действия, во-первых, никак не соответствуют обычным представлениям об элите, то есть эти люди ведут себя чаще всего подло, низко и лживо, а во-вторых, действия этих людей приносят в стране в целом очевидный вред. И, естественно, избавление от таких людей действительно может существенно помочь развитию страны. и другое дело, что вовсе не обязательно этих людей уничтожать физически. И тут я опять вернусь к Марксу и к термину «ликвидация как класса». Вот помните, в конце 1920-х годов был в стране лозунг «ликвидируем кулачество как класс на основе сплошной коллективизации». И сейчас очень многие говорят, что массовое раскулачивание и ссылка – это было как раз во исполнении этого лозунга. Так вот, на самом деле раскулачивание, то есть физическое изъятие разнообразных запасов, используемых для эксплуатации односельчан, и ссылка – они к ликвидации класса кулачества не имели никакого отношения. Класс, как я уже говорил, место в общественном разделении труда. Ликвидация класса – это изменение структуры общественного разделения труда таким образом, чтобы это место просто исчезло. Кулаки, вопреки нынешним легендам, это не справные хозяева, не труженики, это деревенские ростовщики. Причем этот термин возник задолго до революции. Причем некоторые даже называли их чуть ли не гопниками на современном манере. Нет, ни в коем случае. Хулиганство тут ни при чем. Это именно ростовщики. Просто на селе деньги не в ходу, поэтому кредиты давали натурой, но под бешеные проценты. Я тебе даю коня вспахать твое поле, только ты сначала на этом же коне вспашешь мое. Я тебе даю на посев мешок зерна, ты с урожая отдашь мне три мешка, учитывая, что тогдашние урожаи были, как правило, где-то в пределах от сам три до сам пять, то есть из одного посеянного зерна вырастало от трех до пяти зерен. Понятно, что после возврата этого мешка самому крестьянину, то есть этих трех мешков, самому крестьянину не оставалось почти ничего, и он должен был на следующий год снова идти за кредитом. А коллективное хозяйство, пусть даже составленное из бедняков, располагает все-таки несколькими конями, на которых можно постепенно вспахать поля всех участников коллектива. Коллективное хозяйство может сообщано скрести зерно на посев или взять кредит уже не у местного ростовщика непосредственно у государства, причем на более выгодных условиях. Чем крупнее заемщик, тем надежнее залог, который он может предоставить, и тем, соответственно, ниже ставка по кредиту. То есть при коллективизации места для вот таких вот мелких сельских ростовщиков просто не оставалось. А раскулачивание было вызвано тем, что многие из этих ростовщиков, видя, что исчезает их кормовая база, попытались силой воспрепятствовать коллективизации. И вот за эти-то силовые действия их и приходилось и высылать, и конфисковывать имущество и так далее. То есть это было уже не следствие самой ликвидации. И, кстати, само слово ликвидация дословно означает перевод в жидкую форму. То есть перевод в неопределенное состояние, из которого эти же люди могут перелиться в другие роли в новой общественной структуре. И, кстати, довольно многие таки переливаются в другие формы. Есть у меня несколько статей, где показано, что при любой революции большая часть верхних слоев общества остается в верхних слоях и нового общества. И объяснено, почему так происходит. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что предстоящие сейчас перемены и в мировой общественной структуре, и в общественной структуре Российской Федерации вовсе не означают, что какие-то люди будут вообще оставлены неудел и выброшены из общества. Нет. Скорее всего, большая часть этих людей найдет себе место и в новой структуре. И, думаю, будет работать в этой структуре достаточно эффективно. То есть, вы считаете, что такие люди, допустим, как Сечин, Чубайс, Греф и же с ними, они все смогут влиться в новую формацию? Не все. То есть, Сечин, несомненно, доказал свою эффективность на многих разных постах. Ну, достаточно сказать, что именно Сечин в начале 2000-х годов исследовал все лазейки в тогдашней системе налогообложения нефтяного экспорта и предложил новую систему, заткнувшую все эти лазейки. Чубайс вряд ли. Чубайс, то есть, он, конечно, хорош как исполнитель, но его надо очень жестко контролировать, чтобы он исполнял то, что ему предписано, а не то, что он считает нужным сам. А объяснить Чубайсу, что он считает нужным, нечто ошибочное, почти невозможная задача, поэтому он как раз имеет шансы оказаться неудел. Насчет Грефа не уверен, в его биографии было очень много разных эпизодов, но если говорить не о личностях, а о статистике, то вот статистика всех революций, сколько их случалось за мировую историю, такова, что по меньшей мере две трети верхних слоев общества остается в верхних слоях нового общества. Хорошо, Анатолий Александрович, если подытожить, представьте, что вы, собственно говоря, вам представить не надо, вы и так являетесь кандидатом в депутаты, и у вас, собственно, есть несколько минут для выступления перед простым народом, учитывая вашу позицию экономическую, я вот так знаю, что вы любите говорить о том, что России необходимо во многом вернуться к сталинской плановой экономике, то есть в чем-то это было позитивно. Вот вы бы простому человеку, которому, допустим, сейчас там где-нибудь в Автовазе или где-то еще не выплачивают зарплату уже несколько месяцев, что бы вы ему сказали? Как бы вы могли экономически спасти Россию, так скажем? Весь мировой опыт доказал, что в нынешних условиях, пока у нас нет технической возможности управлять из единого центра всем хозяйством, наилучший вариант – это удержать под единым планированием несколько ключевых отраслей, а всем остальным отраслям предоставить возможность свободно следовать за разнообразием вкуса конечных потребителей. Исходя из этого, могу сказать, что если под единое плановое хозяйствование вернется российская нефтяная промышленность, металлургическая промышленность, станкостроение, которое у нас, кстати, по ходу реформ было вообще практически уничтожено, станкостроение и транспорт, весь транспорт от авиации до железных дорог, то обстановка во всем отечественном хозяйстве изменится настолько, что даже автовазу и то станет полегче. Понятно, Анатолий Александрович. Ну, в завершение хотелось бы пожелать вам так или иначе успеха вашей выбранной кампании, и хотелось бы пожелать, чтобы вы сохранили свой статус все-таки независимого такого общественника, который позволяет себе рубить правду матку, и в дальнейшем, если у вас будет возможность, чтобы вы ее рубили и с думской трибуны. То есть вот чего бы хотелось? Ну вот поэтому-то я баллотируюсь и по спискам той партии, у которой программа наименее определенная, и как одномандатник на востоке Москвы, чтобы благодаря поддержке избирателей по одномандатному округу быть вполне независимым от партийных требований. Спасибо вам за беседу, Анатолий Александрович. Желаем вам удачи. Спасибо.